Друзья, всем привет! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы погрузимся в захватывающий мир умных загадок и невероятных парадоксов. Парадокс – утверждение, которое на первый взгляд противоречит само себе, но может быть верным. Такое высказывание или рассуждение расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу. Парадоксы вызывают удивление, интригуют и подталкивают нас переосмыслить привычные вещи. Сегодня мы рассмотрим самые удивительные и интересные парадоксы, которые заставят вас взглянуть на мир по-новому. Мы расскажем вам о парадоксе всемогущества, временном парадоксе, парадоксе дней рождения и даже о парадоксе лотереи. Готовы к умственному вызову и увлекательному путешествию в мир логических загадок? Тогда давайте начнем. Парадокс всемогущества Бога Попросите всемогущего Бога создать камень, который он сам не может поднять. Вот здесь-то и зарыта собака. Если создать такой камень не получится, значит Бог не всемогущ, а если получится, то он утратит свое всемогущество. Термин всемогущество означает возможность совершить все, что возможно совершить в принципе. Это понятие не предполагает ограничений и оговорок, но в данной ситуации получается, что логика, математика и законы природы ограничивают Бога. Давайте из этого парадокса попробуем убрать слово Бог. Хотя, стоп, не получится. Ни одно существо в мире не наделено такими силами, чтобы называться всемогущим. На самом деле очевидно, что Бог и объекты мира находятся в принципиально разных по своим основам местах. Следовательно, Бог не может создать подобный камень, так как он в принципе не может поднять ни одного камня в мире, ведь он отсутствует в нашем мире. Но с другой стороны, если Бог все же всемогущ, то что ему мешает перенестись в наш мир. Или все же он не всесилен? Временной парадокс или парадокс дедушки. Как вызывать большой интерес и одновременно недоумие у многих людей? Попробовать разобраться в парадоксе путешествий во времени. Его суть заключается в том, что когда человек перемещается в прошлое, то меняет события, которые могут повлиять на настоящее. В результате вмешательства не только путешествия, но и само существование этого человека становится невозможным. Типичным примером является парадокс дедушки, когда герой, путешествуя в прошлое, убивает своего деда до того, как тот успевает зачать его отца. Это является парадоксом, потому что убивая дедушку, герой предотвращает собственное рождение и таким образом исключает путешествие во времени. В результате его рождение оказалось невозможным. В то же время, убив своего дедушку и не допустив свое рождение, герой автоматически предотвращает и убийство дедушки, ведь возвращаться в прошлое, по сути, было некому. Кто же убивает дедушку, если внук после убийства никогда не рождался? Или же, отправившись в прошлое, путешественник создаст еще одну альтернативную реальность, в которой он никогда не будет рожден? Ахиллес и черепаха Быстрый бегун Ахиллес никогда не догонит медлительную черепаху, если в начале движения черепаха находится впереди Ахиллеса. Это одно из парадоксальных рассуждений древнегреческого философа Зенона звучит как бред. Но это только на первый взгляд. Припустим, Ахиллес бросает вызов черепахе в состязании по бегу. Чтобы все было по-честному, он соглашается дать черепахе фору, скажем, в тысячу шагов. Когда начинается гонка, Ахилл, что неудивительно, начинает бежать со скоростью, немного превышающей скорость черепахи. Но за то время, за которое Ахиллес пробежит тысячу шагов, черепаха проползет еще сто шагов в ту же сторону. Пока Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха преодолеет десять. Пока Ахиллес пробежит эти десять шагов, черепаха проползет еще один. За то время, пока Ахиллес будет пробегать этот один шаг, черепаха окажется впереди его на 10 сантиметров. И так далее. То есть расстояние между ними всегда будет уменьшаться, но никогда не обратиться в ноль. Поэтому Ахиллес никогда не догонит черепаху, если в начале движения она будет находиться впереди него. Парадокс лотереи. Каждый надеется на выигрыш, покупая лотерейный билет. Очень уж заманчивое предложение. Но какова реальная вероятность выигрыша? Профессор Рочестерского университета Генри Кайберг сформулировал так называемый парадокс лотереи. Предположим, вы покупаете лотерейный билет. Вы знаете, что всего было продано тысячу билетов и что победитель будет определен из общего числа проданных экземпляров. Тем не менее, вероятность вашего выигрыша слишком мала. На этом основании рациональным представляется предположение, что первый билет этой лотереи не выиграет. Точно так же рационально признать, что и второй билет также не выиграет. Третий билет тоже проигрышный и так далее, вплоть до тысячного билета. Выходит, вы признаете, что ни один билет не выиграет. Таким образом, мы приходим к противоречию. Один билет лотереи обязательно должен выиграть, и в то же время никакой билет лотереи не может выиграть. Парадокс лжеца Знаменитый парадокс под названием лжец – это король логических парадоксов. Все началось еще в Древней Греции, когда философ Эпименит в разгар спора произнес «Все критяне – лжецы». На что получил упрек. Но ведь ты тоже критянин. Выходит, ты сам солгал? Если он сказал правду, выходит, что и он тоже лжец. Но тогда его утверждение ложно. Ну а если он все-таки не обманщик, то все же говорит неправду. Да уж, головоломка еще та. И это не единственный пример. Помните сказку о Пиноккио? А также необычное свойство главного персонажа – каждый раз, когда он врал, его нос рос в длину. Но что случится с Пиноккио, если он скажет «Сейчас мой нос станет длиннее». Если лицо не изменится, значит мальчик соврал. А если нос действительно вырастет – сказал правду. Тогда почему вырос нос? Или же вспомните коронную фразу доктора Хауса – «Все лгут». Причем он строго подчеркивал, что условия актуальны всегда. Выходит, сам он тоже был лжецом. Подобные парадоксы не могут быть не доказаны, не опровергнуты. Парадокс настоящего. Задумывались ли вы когда-то, каким временным отрезком измеряется настоящее? Месяц, день, час, минута или секунда? Что считается настоящим временем? По сути, невозможно количественно определить длительность, которую мы называем настоящим временем, ведь любое количество времени, которое вы назовете настоящим, можно разделить на части. Прошлое, настоящее и будущее. Допустим, настоящее длится секунду, но даже эту секунду можно разделить на три части. Первая часть будет прошлым, вторая – настоящим, третья – будущим. В свою очередь, треть секунды, которую мы теперь называем настоящим, можно тоже разделить на три части, по такому же принципу. И так можно продолжать до бесконечности, поэтому здесь напрашивается вывод – настоящего на самом деле не существует, потому что оно не продолжается во времени. Далее выстраивается интересная цепочка. Если нет настоящего, то и предметы в нем не существуют. Они либо были в прошлом, либо будут в будущем. А если что-то или кто-то не присутствует в настоящем, то его вовсе нет. Но мы же есть здесь и сейчас. Только как? Одной ногой в прошлом, а другой в будущем? Парадокс дня рождения. Знали ли вы, что в группе из 23 или более человек вероятность того, что хотя бы у двух из людей число и месяц дня рождения совпадут, превышает 50%. Для 57 и более человек вероятность такого совпадения превышает 99%. А когда в группе будет не менее 367 человек, она достигнет всех 100%. Интуитивно в такое совпадение никак не верится, ведь вероятность одному родиться в определенный день года довольно мала, а вероятность того, что двое родились в конкретный день, еще меньше. Однако это утверждение является верным в соответствии с теорией вероятности. Цифра 23 не была взята просто из головы. Это число приведено математическим путем, отсеивая лишние варианты и вероятности. Поэтому в строгом научном смысле парадокс дня рождения не является парадоксом. Ведь логического противоречия в нем нет. Но парадокс заключается в различиях между интуитивным восприятием ситуацией человеком и результатами математического расчета. Поверить в это убеждение, не зная научную сторону, невозможно. Корабль Тесея Философская головоломка, которая углубляется в идентичности природу объектов. Ее суть такова. Если части целого по одной заменять на новые, будет ли это то же самое целое, когда все части будут заменены? Или это уже будет другой предмет? Этот парадокс уходит корнями в древнегреческие мифы, когда прославленный герой Тесей отправился в плавание на Крит и победил там Минотавра. В память об этом благодарные афиняне сохранили его корабль. С годами древесина портилась и хранитель корабля регулярно заменял сгнившие детали на новые. Таким образом, на корабле не осталось ни одной первоначальной детали. Тем не менее, корабль остался тот же самый, а не другой. Парадокс? Или все же этот корабль больше не является кораблем Тесея? Если нет, то в какой момент корабль перестал быть собой? Когда заменили первую доску или когда заменили последнюю? Или половину? А теперь представьте, что все старые доски собрали и из них построили точно такое же судно. Какой из этих кораблей следует считать подлинным? Корабль из новых досок или из старых, которые еще помнят путешествие героя? Парадокс кучи. Знаете ли вы, что обозначает слово куча? А его точное определение сможете назвать? Нет, не сможете, потому что у нас нет такого определения. Вот так из-за неопределенности предиката быть кучей возникает парадокс. Представьте кучу песка. Вы аккуратно убираете одну песчинку. Куча осталась на месте? Ответ очевиден. Да. Удаление одной песчинки не приведет к тому, что куча перестанет существовать. Продолжайте убирать с кучи по одной крупинке, пока ваша куча будет состоять из трех песчинок. Затем из двух песчинок, потом из одной. Это все еще будет куча, когда только одна крупинка останется. Если нет, тогда когда произошел переход от кучи к не куче? Возможно, это смешно. Но с другой стороны, в какой-то момент удаление одной песчинки приводит к тому, что куча перестает существовать. Как одна песчинка может вызвать такую разницу? Или как понять, какая крупинка стала решающей? Парадокс Абелина. Принимали ли вы когда-то решение, которое было вам не по душе, но вы все же соглашались, так как большинство было за? При этом не подозревали ли вы, что с решением, единодушно принятым всем коллективом, в реальности может быть не согласен ни один из участников этого коллектива. Это и есть парадокс Абелина. Парадокс является типичным примером группового мышления, когда группа в результате обсуждения принимает нерациональное или неоптимальное решение. Профессор Джерри Харви сформулировал этот парадокс и описал его на примере типичной американской семьи. Звучит он так. Однажды отец семейства предложил поехать отдохнуть в город Абелин в Техасе. Все согласились, дорога до Абелина оказалась весьма утомительной и жаркой, так что отдых не удался. Когда семья вернулась домой, выяснилось, что все, включая самого отца, были против этой поездки, однако думали, что она доставит радость остальным, поэтому согласились. Все потому, что люди склонны ставить желание большинства выше собственных, а также избегать негативных чувств, которые они могут испытать, если выскажутся против группы. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться с нами в комментариях, какой парадокс удивил вас больше всего.